Приветствую вас. Я думаю, что проблема заключается в отсутствии у вас взаимопонимания с мужем ваших. То есть, изначально, получается, вы со своим мужем находитесь как бы на разных волнах. Он хочет ребёнка, вот это он не хочет ребёнка, а вы нет. Он не хочет, а вы хотите. И ублюдца ненавидит дочку, ну девочку ненавидит, но ненавидит девочку. Это значит, что у неё какие-то проблемы с этой девочкой. Вот. Нужно смотреть, нужно смотреть, что за проблемы. Разбираться с вас с отношениями, которые у вас с мужем сложили. И после этого уже будет понятно, что вам делать. Ещё раз, у вас в отношениях с мужем произошёл разлад и достаточно серьёзный разлад. Потому что он хочет одного, вы хотите другого, поэтому ничего не получается. Я бы мог задать вам вопрос. Я бы мог задать вам вопрос. Для чего вам ребёнок? Ну, как бы, из приёмного дома, из детдома. Для чего вам ребёнка из детского дома? То есть, нет, я не против самого ребёнка на самом деле. Вы не подумайте ничего плохого. Просто мне хотелось бы понять вашу точку зрения. Что мотивирует вас, что мотивирует вас, именно мотивирует вас, брать ребёнка. Ну, как бы, да, вот, из детского дома. Наверняка же, что-то мотивирует. Вот это мне бы хотелось узнать. То есть, у вас, как бы, есть свои дети. Вот. Вы понимаете? Какая история. А вы хотите ещё? Зачем бы? Вот. Почему? Вот с этим, конечно, хотелось бы разобраться. Подробно. Вот. С этим, конечно, хотелось бы разобраться подробно. Вот. Потому что, вполне возможно, что через детей, вы пытаетесь компенсировать чего-то, что вам, ну, не хватает в жизни, на мой взгляд. Я, конечно, не знаю, но, мне кажется, так. Потому что, не всегда, точнее, почти всегда, почти всегда, почти всегда, люди берут детей из детских домов, чтобы что-то скомпенсировать. И, ну, собственно, нужно определить, что, что именно вы компенсируете. Ага. Понимаете? Какая штука. Дальше. А, совсем очевидно, что девочка, которую вы взяли, да, она, ну, скажем так. Травмируется. Совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что у нее имеет место быть травматичность, вот, потому что ваш муж ее, ну, не принимает, да, не может, не может принять. Вот, ну, как бы, у этого, опять же, есть свой негатив, потому что для ребенка это очень болезненно. Для чего? Зачем? 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 Вы? Хотите взять еще одного ребенка? Травмируется. Если мужу это не нравится, то дочку воспринять не можете. Ну, это вопрос к вам. С другой стороны, ээээ, с другой стороны, Светлана, ситуация заключается в том, еще в том же, в том, что очевидно у вас с мужем что-то не в порядке. Я об этом уже говорил, но хочу ещё раз этого коснуться. У вас с мужем что-то не в порядке. Как это понимать? Ну, в первую очередь, в первую очередь, не в порядке, думаю, в интимной жизни. Самое то, как он скандалит с вашей дочерью, ну, точнее, с приёмной дочерью. Что-то ведёт просто о том, что проблемы в интимной жизни. То есть, начните с гармонизацией отношений с мужем, но после, я думаю, плавно перейдёте ко всему остальному. Ну, естественно, вам нужна семейная консультация, то есть, сперва вам, потом с мужем, потому что ребёнок, маленький ребёнок сейчас получает очень серьезную травму. А вам нужно определиться с тем, для чего вы это делаете, почему вы это делаете. Ну, почему вы поступаете так? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, чтобы помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...